Сбежавшая покойница и мистические страсти в маленькой алматинской пекарне. Невеста скоропостижно умирает, а вместо нее в гробу оказывается труп ее близкой подруги Анны Смолиной. Закадычные подруги, кто и зачем подменил тела? Первичный осмотр тела Смолиной указывал на то, что она умерла в один день с Юсуповой. Тайна несостоявшейся свадьбы. Стоит ли удивляться, что девушка с ужасом ждала день своей свадьбы? И невероятный поворот в расследовании. Такого поворота следователи не ожидали. Получалось, что покойница ожила второй раз. Любовь, предательство, внезапная смерть и неожиданное воскрешение. Все это прямо сейчас в документальном ретро-детективе было дело в 80-е советский след. 20 августа 1987 года в доме Бигжана Юсупова прощались с его скоропостижно скончавшейся дочерью Мейрамгуль. Ее жених, канат, чтивший традиции, был недоволен, что невесту хоронят не по мусульманскому обычаю. Он попросил, чтобы ему дали проститься с невестой. Родители объясняли, Мейрамгуль не хотела, чтобы ее видели мертвой, а последняя воля – это святое. Но жених настаивал, и отец покойницы открыл гроб. Вместо Мейрамгуль в нем лежала совсем другая девушка. Анна Смолина. Так звали девушку, оказавшуюся в гробу вместо покойницы. Она была близкой подругой Усупшей. Они дружили много лет. Хоть Анна и была немного старше, и уже работала бухгалтером в кафе. Третья подруга девушек, Зере, все утро сетовала. Где же лучшая подружка, бедная Мейрамгуль? Почему не пришла проводить ее в последний путь? Следователям предстояло выяснить, кто убил Анну, и куда подевалось тело самой Мейрамгуль. Алма-Ата. Столица Казахстана. Город, сравнимый с цветком, распустившимся у подножия гор. Город у подножия гор в начале 80-х становится миллионником. Алма-Ата растет и меняется, и с каждым годом ее облик становится только краше. И некоторыми зданиями. Столица вполне заслуженно гордится. Старания архитекторов уже второй раз высоко отмечают на всесоюзном уровне. Сначала Госпремию СССР в области архитектуры вручили авторам проекта здания Дворца Ленина. А в 82-м важной государственной наградой отметили Новую площадь. Ее ансамбль в числе самых лучших в Советском Союзе. Спустя год в Алма-Ате появляется еще одно культовое сооружение – телебашня Коктюбе. Одно из самых сейсмостойких и высоких в мире. Место очень быстро становится центром притяжения для гостей столицы и обязательным пунктом на свадебных катаниях у алматинских молодоженов. Конец 80-х. Михаил Горбачев определяет для СССР новый политический курс – гласность, перестройка, ускорение. Законы об индивидуальной трудовой деятельности, о кооперации дают зеленый свет для изготовления и реализации огромного количества товаров, бывших в дефиците. Бигжан Юсупов открывает в Алма-Ате одно из первых частных кафе-пекарен, выпечка которой пользуется большим спросом. Его жизнь кажется налаженной, красавица-дочь выходит замуж за уважаемого человека. Как вдруг невеста скоропостижно умирает, а вместо нее в гробу оказывается труп ее близкой подруги Анны Смолиной. С начала третьего года пятилетки сотни трудовых коллективов Казахстана перешли на работу в новых условиях хозяйствования. Раньше кооперативные магазины были, рестораны кооперативные были, даже жилье кооперативное было. Вы знаете, чем отличался простой магазин от кооперативного? Это же частный магазин был в большей степени, то есть кооперировалось. Люди открыли магазин, почему он назывался кооперативный. И люди старались в этот магазин привезти лучшие продукты, лучшего качества, более чистые, более помытые. Для меня первые кооперативы 80-х – это джинсы-варенки. То есть первое, что я помню, это джинсы-варенки. Это было прям верх всего на фоне полного отсутствия товаров. Потом это была косметика, как потом выяснилось, тоже самопальная, в общем-то. Но в основном первое – это джинсы. Потом еще кроссовки появлялись. То есть это была одежда, джинсы, кроссовки и косметика. Обескураженные родственники вызвали милицию. На место происшествия прибыла оперативно-следственная группа. Камила Юсупова рассказала, что ее дочь Мейрам Гуль неожиданно скончалась в день своей свадьбы. Она умерла в больнице. Гроб с телом доставили из морга вчера днем. Но крышку не открывали. Это была последняя воля умершей. Если бы не жених, настаивающий на прощание с невестой, они бы и не узнали, что в гробу каким-то чудом оказался труп Анны Смолиной, лучшей подруги Мейрам Гуль. Криминалист осмотрела тело убитой и констатировала, что девушка мертва около 48 часов. На затылочной части головы обнаружена рана неправильной формы, нанесенная тяжелым тупым предметом. Из протокола осмотра трупа Смолиной на месте происшествия. Следы крови также видны на воротнике платья. Потерпевшая одета в праздничное платье, волосы уложены в прическу, на ресницах, веках и губах, косметика. Следов борьбы на теле и одежде нет. Первичный осмотр тела Смолиной указывал на то, что она умерла в один день с Юсуповой. Либо она упала и ударилась затылком, либо кто-то сзади нанес ей смертельный удар по голове. Следователи начали восстанавливать события последних двух дней минута за минутой. Первым делом опросили мать Мейрам Гуль Камилу Юсупову. Согласно показаниям Камилы, в день свадьбы Анна прибежала с утра, взволнованная сказала, что ей нужно сообщить всем что-то очень важное. Камиле это не понравилось. Еще не хватало, чтобы Анна расстроила свадьбу, ведь она наверняка завидовала, что у подруги был такой зажиточный жених. Но девушка не успела ничего рассказать. К ее приходу Мейрам Гуль уже была без сознания. Из свидетельских показаний Юсуповой Камилы. Мейрам Гуль с вечера жаловалась на сильную головную боль, говорила, что предчувствия плохие. Просила, если вдруг умрет, чтобы ее никто не видел. Но я решила, что все это обычные волнения невесты. Утром дочка одевалась в своей комнате. А через полчаса мы с Анной нашли ее без сознания. Скорая приехала быстро, врач сказал, что это инсульт, нужно в больницу, мы с мужем поехали с ней. Мейрам Гуль так и не пришла в сознание. Она умерла в приемном покое больницы, и ее увезли в морг. Анна на тот момент была жива-здорова. Последний раз я ее видела, когда мы с мужем садились в скорую. Она была одета в то же платье. Поскольку в больничном морге утверждали, что выдали тело Мейрам Гуль Юсуповой, получалось, что кто-то подменил тело уже в доме Юсуповых. Но с какой целью? Если Смолина убили, убийца мог попытаться скрыть ее труп. Но где же труп Юсуповой? Для разговора следователь вызвал Зере Мусаеву, подругу Мейрам Гуль и Анны. Девушка была уверена, что Мейрам Гуль умерла от горя, ведь родители выдавали ее замуж за 45-летнего каната практически насильно. Он богат и живет в селе, выращивает фрукты на продажу. Мейрам Гуль не любила каната и даже боялась его. Она любила театр, хотела жить в столице, а не в глухом селе. Но родители фактически продали ее за Большой Колым. Канат Ерденов, жених Мейрам Гуль, был родом из Южного Казахстана, где соблюдались старинные национальные обычаи даже в советские времена. Поэтому он провел кудалык, то есть сватовство, по всем правилам. Подарил невесте сережки с изумрудами. Всем родственникам сделал дорогие подарки. Собирался закатить богатый той. А будущему свекру Бигжану пообещал большую суду на развитие его кооперативного кафе. После торжества 18-летняя красавица Мейрам Гуль должна была отправиться с нелюбимым мужем, жить в село и собирать яблоки и виноград. Стоит ли удивляться, что девушка с ужасом ждала день своей свадьбы? Обязательными атрибутами советских молодоженов были белое платье и фата невесты, букеты гвоздик и гладиолусов, машины, украшенные лентами, шариками, куклой в свадебном наряде, возложение цветов молодыми к памятнику Ленина, шампанское и свадебный вальс. Многочисленные родственники, собиравшиеся на свадьбу, чаще всего дарили молодой семье сервизы, столовые приборы, хрустальные вазы и статуэтки. Гостей развлекал тамада, столы ломились от угощений, а веселье длилось до утра. Подарки были разные. Не было такого, что если ты идешь на свадьбу, то нужно обязательно подарить деньгами, как сейчас, да, идут уже, понятно, что лучше деньгами, чем подарками. А тогда дарили подарки, тогда дарили те же самые стиральные машины, холодильники, ковры, золото дарили. Если там свадьба покруче, то и машины дарили, и квартиры дарили. Люди скидывались иногда, 2-3 семьи скидывались, могли там ковер тот же самый купить, подарить. Ну, не было такого фетиша, что надо пойти на свадьбу, обязательно купить дорогой подарок. Могли купить там какую-то вазу, может быть, хрустальную подарить. Если у человека, у стороны жениха или невесты был свой дом, то предпочитали проводить там, у себя, во дворе дома. То есть, понятно. А в основном, конечно, это снимали кафешку какую-нибудь, там, не знаю, там, столовую. Не брезговали и столовыми, кстати, да. И поэтому еда была самая простая. Особенно в 80-е годы, вот то, что мы говорили тогда, когда полки гастрономов были пустыми. Конечно, то есть все исходили из толщины кошелька. То есть, сколько людей приглашать, кого приглашать. А я был на двух или трех свадьбах как раз к конец 80-х годов. Это, наверное, 87-88 годы. Когда невеста вообще была, у нее была фата, причем чужая фата, а не своя. Вот. И просто белое платье. То есть, это не платье невесты. Ну и жених был в костюм, в клеточку. То есть, явно не из салона для новобрачных. Из свидетельских показаний Зере Мусаевой. Мир Амгуль не хотела выходить замуж. Они часто с Аней об этом шушукались. Анна Смолина работала бухгалтером в кафе-пекарне у отца Мир Амгуль. Аня и Мир Амгуль давно дружили. Мы вместе занимались в театральном кружке. Однажды Аня познакомила Мир Амгуль со своим братом Андреем. Они стали встречаться, были влюблены. Но вдруг Мир Амгуль стала избегать Андрея. А потом призналась, что все кончено. Она полюбила другого. Зере утверждала, что между Анной и Мир Амгуль не было никаких тайн. И только своей закадычной подруге девушка рассказала, что влюбилась. И вдруг в город приехал канат. Увидел Мир Амгуль и пропал. Отец 18-летней красавицы согласился отдать ему в жены свою дочь. Мир Амгуль плакала, а Анна считала это чудовищным. Она старалась помочь подруге и даже собирала какую-то информацию. И говорила Зере, что это поможет расстроить свадьбу. Зере рассказала следователю, что накануне свадьбы Анна с канатом о чем-то разговаривали в доме Юсуповых. Она не знает, что именно подруга говорила жениху Мир Амгуль. Но когда случайно зашла в комнату, было видно, что ему это очень не нравится. В порыве злости он даже схватил Анну за шею. Но потом успокоился и бросил напоследок, чтобы она попридержала язык. Не то может пожалеть. Зере была уверена, что такой, как канат, запросто мог и убить. Из отчета судебно-медицинской экспертизы трупа Смолиной. На голове трупа выявлен перелом костей свода черепа. Давление костных отломков внутричерепной коробки вызвало разрыв магистральных артерий головного мозга, что привело к образованию субдуральной гематомы. Вследствие этого наступил геморрагический инсульт, приведший к смерти. Таким образом, следствие уже не сомневалось, что Анна Смолина была убита. А произошло это в тот же день, когда умерла Мейрамгуль. Итак, следствию известно, что был человек, который имел и мотив, и возможность убить Анну Смолину. Она знала что-то, что могло расстроить его свадьбу. И, очевидно, он не хотел, чтобы об этом узнали. Жених Мейрамгуль мог убить подругу своей невесты, спрятать ее в саду Юсуповых, а позже найти момент, чтобы положить ее в гроб Мейрамгуль. Но тогда где же сама Мейрамгуль? Об этом следователям предстояло спросить Каната Ерденова, ведь он становился главным подозреваемым в этом загадочном деле. Смотрите после рекламы, кем на самом деле был несостоявшийся жених. Начинающий фермер, который был в своем личном подсобном хозяйстве. И кто он, таинственный возлюбленный? Пора было познакомиться с таинственным возлюбленным Мейрамгуль. Важное открытие следствия. Трупы девушек подменили еще до морга. И неожиданный поворот в деле. Супруги Юсуповы сами пришли в отделение. Из их дома пропали деньги и драгоценности. Чем увлекалась красавица Мейрамгуль и как изменилось ее поведение в последнее время? Продолжение истории смотрите после рекламы. Краткое содержание. Во время похорон Мейрамгуль Юсуповой, умершей в день своей свадьбы, вместо нее в гробу оказывается труп ее подруги Анны Смолиной. Тело Мейрамгуль исчезает. Подозрение падает на каната Ерденова, ненавистного жениха Мейрамгуль. Подруга невесты что-то знала о женихе и грозилось расстроить свадьбу. Следствие считает, что у каната была возможность убить Анну и подменить трупы девушек. В кабинете следователя канат Ердена ввел себя эмоционально и даже агрессивно. Настолько он был возмущен, что его могут подозревать в убийстве. Он объяснял, что видел Смолину пару раз и то мельком. Да, накануне свадьбы Анна попыталась его пристыдить, мол, невеста ему в дочке годится. Но это не ее ума дело. Он так ей и сказал, чтоб попридержала язык, потому что иначе запретил бы жене общаться с такой подругой. С того вечера он Анну не видел, как и Мейрамгуль. В следующий его визит к Юсуповым невеста была мертва. У Ерденова было алиби. Он остановился у своего друга. И все домочадцы подтвердили, что он находился в доме и во время смерти Мейрамгуль, и во время смерти Анны. В саду Юсуповых никаких свежих захоронений найдено не было. Задерживать каната Ерденова не было оснований. Поэтому он уехал к себе домой в село в Джамбульской области. Горные ущелья, песчаные барханы, бескрайние степи. Все это он хотел показать своей молодой жене Мейрамгуль. Но по воле судьбы возвращался домой на сбор урожая один. Богатыми плодами одаривает земля своих хозяев. Овощеводов, садоводов, виноградарей. Под щедрым солнцем наливаются сладким соком арбузы и дыни. Зреют янтарные гроздья винограда. Джамбульская область Казахстана – стратегически важный сельскохозяйственный регион. Здесь выращивали зерновые культуры, кукурузу. Область давала богатый урожай картофеля и других овощей. А еще здесь было немало фруктовых садов и виноградников. Но особая гордость региона – производство сахарной свеклы. Правда, к концу 80-х здесь поводов для гордости все меньше. Начинается постепенный упадок совхозов. Начинающие фермеры, у которых было свое личное подсобное хозяйство. То, что мы называем сейчас ЛПХ сокращенно. Фрукты, овощи, мясо, разная птица, кто-то рыба. То есть это все можно было купить. Они привозили на базар и торговали где-то в центре города, в каких-то точках. Но это не совсем совхозы. Это уже были тогда личные подсобные хозяйства. Потому что система, например, Казпотребсоюза к тому времени уже практически не работала. Агрономы стремились усовершенствовать производственные процессы. Так одной из перспективных разработок стали карликовые сады. Сбор урожая в обычных садах, где деревья достигают высоты более 10 метров, представляет большую сложность. Производительность труда сборщиц в таких садах очень низкая. Неизбежны большие потери урожая. Иное дело карликовые деревья. Невысокие, в человеческий рост. Они позволяют сборщикам быстро, без малейших потерь, собрать созревшие плоды. Производительность труда при этом повышается в 2-3 раза. Но Мейрамгуль Юсупова была очень далека от сельского хозяйства. Она видела свою жизнь только в столице. У следователей появилась версия, что внезапная смерть в молодой здоровой Мейрамгуль могла быть не случайной. Однако дежурный врач больницы, куда поступила Юсупова, отрицал ее насильственную смерть. Из свидетельских показаний врача Касьянова Михаила. Больная поступила в приемный покой в состоянии комы, вызванной инсультом. Причина комы – повреждение коры и подкоркового вещества головного мозга, в результате которого тормозятся все сигналы. Дыхание пациентки, а также ее сердечная деятельность были угнетены, а позже полностью прекращены. Острое нарушение мозгового кровообращения в 30% случаев приводит к летальному исходу. Пациентка умерла в приемном покое больницы и была отправлена в больничный морг. С медицинской точки зрения смерть невесты выглядела естественной. Однако, возможно, было что-то, что спровоцировало у девушки инсульт. За ответом на этот вопрос следователь отправился в морг больницы. Патологоанатом больничного морга Жалгас Бельгибаев вызвал подозрение одним своим видом. Он подрагивал и поеживался, будто от озноба, и пояснил следователю, что у него высокая температура из-за ОРВИ. Бельгибаев подтвердил следователю, что именно он проводил вскрытие Мейрамголи Юсуповой и показал заключение, согласно которому смерть наступила в результате разрыва кровеносного сосуда. Из отчета о вскрытии Юсуповой Мейрамголи смерть пациентки наступила по причине геморрагического инсульта, произошедшего в результате разрыва кровеносных сосудов и последующего кровоизлияния в окружающей ткани мозга. Причиной разрыва стала травма головы. Получалось, что причиной инсульта все-таки стал удар по голове. Выходит, следователи не зря подозревали, что Мейрамголи умерла не своей смертью. И если, допустим, человека доставляют в больницу, он через какое-то время умирает, как в данном случае, вскрытие обязательно. Бывает, что дома умирает, вызывает скорую, фиксирует смерть, его забирает, его тоже на вскрытие. Это делается, чтобы искриминировать криминальную смерть. Ну, это процедура. Был и еще один важный момент, на который обратил внимание следователь. Отчет о вскрытии пропавшего трупа невесты и экспертиза трупа ее подруги Анны Смолиной в точности совпадали. Мало того, паталагонатом Бельгибаев без колебания познал по фото Анну. Он был уверен, что делает вскрытие Исуповой. Почему в морге оказалась другая мертвая девушка, он понятия не имел. Какой труп привезли, с тем и работал. Получалось, следователи зря искали тело Мейрамгуль в саду Исуповых. Его там быть не могло. Если паталагонатом сказал правду, трупы девушек подменили еще до морга. История запутывалась все сильнее. Несомненно, кто-то лгал. Следователи решили выяснить все обстоятельства последних дней жизни обеих девушек. Их подруга Зире Мусаева рассказала, что в последнее время поведение Мейрамгуль сильно изменилось. Она то смеялась, то плакала. А во время репетиции пьесы в театральном кружке могла внезапно впасть в ярость. И потом, даже не извинившись, выбежать из комнаты. Раньше с ней такого не случалось. Она всегда была доброй и улыбчивой. К репетициям относилась серьезно. Дорожила ими. Болела театром. Руководитель театрального кружка тоже заметила, что у Юсуповой начались внезапные перепады настроения. Было очень похоже, что она стала принимать какие-то лекарства. Но кто их назначил? И не стало ли это причиной ее скоропостижной кончины? Во-первых, это была такая форма досуга. Во-вторых, возможность проявить себя как-то ярко, чтобы на фоне других отличаться чем-то. Был студенческий театр, который я постоянно наблюдал. Там были болгары, немки, болгарки, немки, наши студенты. И, по-моему, из Киргизии ребята были. Я сейчас не помню точно. Ну, такая форма. Это студенческий театр был. Достаточно успешно. Они даже на гастроли ездили в Минске, еще куда-то там. Нередко в таких студенческих театрах и кружках художественной самодеятельности начинали свой путь и будущие звезды казахстанского театрального Олимпа. В Казахском театре оперы и балета зародилась прекрасная традиция исполнения произведений композиторов братских республик. Казахский государственный орден Оленина Академический театр оперы и балета имени Абая ведущий оперный театр Республики Казахстан. Жизнь театра началась в далеком 1933-м. Это на сцене Готоба. В 1934-м зритель впервые увидел Кызжибек, первую казахскую оперу. И вот спустя три года после премьеры Кызжибек скуляш Байсеитовой в главной роли на сцене Большого театра в Москве. Настоящий фурор произвела и казахская танцовщица Шара Жиинкулова. В военное время театральные постановки в Готобе проводились по ночам, а собранные средства передавались на фронт. На сцене театра выступали деятели культуры со всего Союза. А все зависело от того, какой спектакль. То есть там были спектакли, которые достаточно успешные и хорошо сделанные, хорошо сыгранные. И смотря кто еще приезжал на гастроли. То есть вот это так волнообразно было. Ну, театр Лермонтова, например, я могу сказать. Немецкий театр достаточно хорошо шел в Алмате. И все зависело от того, сколько стоит билет. Если не ошибаюсь, несколько раз даже снижали цену на билет, чтобы людей привлечь. Но какие-то театралы все-таки было. Вот такая среда театралов была. Алмату по праву можно было назвать театральной столицей республики. Ведь помимо Готоба в городе были и другие. Казахский и русский драматические, немецкий, корейский, уйгурский, кукольный и тюз. Любовь к театру прививалась с самого детства. Советская молодежь охотно посещала театральные постановки. А многие с большим удовольствием занимались в самодеятельных театральных кружках. Именно в таком кружке занимались Анна и Мейрамгуль. Следователи не сомневались, что смерти обеих девушек связаны. И очень вероятно, что их мог убить один и тот же человек. Пора было познакомиться с таинственным возлюбленным Мейрамгуль, о котором она рассказывала своей подруге. Следователи решили еще раз поговорить с родителями погибшей. Но супруги Юсуповы сами пришли в отделение. Из их дома пропали деньги и драгоценности. Смотрите после рекламы. Новая версия следствия. Вполне возможно. Утром она стала свидетелем кражи, что и стоило ей жизни. И внезапная связь между женихом и бывшим возлюбленным. Именно Талгат познакомил Юсуповых с будущим женихом Мейрамгуль. Сладкая ширма коварных махинаций. У нас, по-моему, в то время сладости были пирожное заварное, корзинка, потом картошка. И неожиданный поворот в деле. В милицию пришел интерн, который заявил, на моих глазах ожила покойница. Удастся ли следователям ухватиться за зацепку в рабочем блокноте Анны Смолиной и узнать, как ее смерть связана с исчезновением Мейрамгуль. Смотрите в продолжении документального ретро-детектива. Было дело 80-е. Советский след. Уже через несколько минут. Краткое содержание расследует дело о таинственной подмене трупов умершей невесты Мейрамгуль Юсуповой и ее подруги Анны Смолиной. Следователи исключают причастность жениха Ирденова. Допрос патологоанатома больницы, где умерла Юсупова, показывает, что тела подменили еще до морга. Следователи предполагают, что смерть Юсуповой была насильственной, а убийца обеих девушек – один человек. Бигжан и Камила Юсуповы написали заявление о том, что из их дома пропали денежные сбережения на сумму 10 тысяч рублей, а также золотые украшения с драгоценными камнями. По словам потерпевших, все дверные замки были целы. В доме постоянно кто-то находился. Обычная квартирная кража исключена. Хозяева были уверены, что пропажа денег как-то связана со смертью их дочери Мейрамгуль, а может и Анны Смолиной. Из показаний потерпевшей Юсуповой Камилы. Накануне дня свадьбы вечером мы с Мейрамгуль выбирали драгоценности, которые собирались надеть на торжество. На тот момент все было на месте. Позже я пересчитывала деньги, ведь нужно было оплатить свадебные расходы. После смерти дочери я несколько дней не касалась шкатулки с ценностями. Вчера хватилось, а шкатулки нет. О месте, где она хранилась, знала только наша семья. Из показаний потерпевшей следовало, что ценности взял кто-то из семьи, либо тот, кому кто-то из семьи рассказал, где находится шкатулка. Поскольку при Мейрамгуль ценностей не было, вполне возможно. Утром она стала свидетелем кражи, что и стоило ей жизни. Отец Мейрамгуль был уверен, что в этом странном деле как-то замешаны его подчиненные. Бигжат Юсупов рассказал следователям, что Талгат Ташенов, закупщик в его пекарне, морочил голову его дочери, а она, похоже, была в него влюблена. Работник он отличный, на нем держатся все закупки, поставки продуктов и технология выпечки булочек, но как человек лживый, он вполне может предать. Поэтому Бигжан запретил дочери с ним встречаться. Однако впервые в жизни Мейрамгуль ослушалась отца и продолжила свои шашни с Талгатом. Именно Талгат познакомил Юсуповых с будущим женихом Мейрамгуль. Ему хотелось заслужить расположение начальника. Он лично привез Ерденова в Алма-Ату для знакомства и, конечно же, не мог предположить, что тот с первого взгляда очаруется молодой красотой Мейрамгуль и сразу же захочет взять ее в жены. Нужно было срочно опросить этого Ташенова. Пока оперативники его искали, следователи изучали блокнот погибшей Смолиной. Среди рецептов классических булочек с джемами и маком, а также национальных блюд чак-чака, баурсаков и самсы, они нашли одну интересную запись. Какая почетная работа у этих людей. Они повара. Молочную лапшу готовит повар Галина Побовская. Основные потребители этого блюда – люди особенно строгие и требовательные. Заведения общепита появились в СССР еще в 20-х годах. В советских столовых обычно подавали комплексные обеды, в которые входили салат, первое и второе блюдо, хлеб, стакан чая или компота и сладкая булочка. Имя «Шелковый путь» – это поэтическое название ресторана, который открылся в Алма-Ате. Открыли его кооператоры. Посетителей встречает много неожиданного. Кафе, рестораны, какие-то индивидуальные кооперативщики, которые делали пирожки какие-то, чебуреки. Какие-то салаты начали делать. Впервые я видел, чтобы салаты продавали на улице, манты продавали на улице. Не было такого, чтобы манты на улице продавали. Алмата всегда приветствовала продуктовые новинки. В жизни быт жителей нашей столицы входит много отрадных новшеств. Таковы, например, магазины без продавцов. Нет продавцов и в этом новом хлебном магазине. Вы только опускаете жетон и берете покупку. Здесь 20 автоматов. И продают они до 17 видов хлебобулочных изделий. Загружает все автоматы один человек. Быстро и удобно. У нас, по-моему, в то время сладости были пирожное заварное, корзинка, потом картошка. Ну, по-моему, это, наверное, самый большой... А, сорт сказка. Что еще было? Ну, все, наверное, это самые большие сладости были. Еще были какие-то слойки у нас были вкусные. Были это пирожные из... Как они были? Корзиночки были, сейчас скажу, такие песочные. И там был крем безе, такой, ну, мягкий такой. И лебеди были. И вот такое, конечно, пирожное. И оно стоило 25 копеек. Как сейчас помню. Картошка стоила 10 копеек. А вот заварное стоило, по-моему, 22 копейки. Представляете? Раньше на рубль можно было погулять. В блокноте Анны Смолиной бухгалтера пекарни со знаком восклицания значилось поговорить о булочках с Катей Лапиной. Решив использовать эту зацепку, следователь застал пекаря Лапину за раскладкой только что испеченных булочек. Она помнила, о чем разговаривала с Анной. Смолина расспрашивала, какое количество булочек с маком они ежедневно изготавливают. И удивилась, почему так мало. Катя объяснила, что маковые начинки поступают меньше, чем фруктовые и булочки с маком пустые, их плохо берут. Информация казалась чисто производственной, но с ней стоило разобраться. Катерина Лапина часто бывала в кафе, принося свежую выпечку из цеха. Сведения, которые она рассказала следователю, были бесценны. Как-то раз Миром Гуль пришла в кафе расстроенная и со слезами бросилась к поджидающему ее толгату. Она показывала ему сережки, подаренные во время сватовства. Отец заставил надеть их, и по обычаю выходило, что она дала согласие на свадьбу. Талгат утешал Миром Гуль. Из свидетельских показаний Лапиной Катерины. Я видела, что Талгат что-то налил в чашку Миром Гуль, и это было не в первый раз. И он постоянно подливал ей в питье жидкость из темного пузырька. Я переживала за Миром Гуль, но молчала. Если бы Талгат узнал, что подглядываю за ним, я могла лишиться хорошей работы. Но Анне я однажды все же рассказала об этом. Проверяя накладные кафе-пекарни, следователи стали понимать удивление Смолиной из-за малого количества маковых булочек, потому что по накладным за год числилась целая тонна мака, закупленного Ташеновым. Талгат Ташенов явно проворачивал какие-то махинации. Сыщики были уверены, Миром Гуль попала под его влияние и повторила печальную судьбу шекспировской Джульетты, которая, во имя любви, выпила яд. Допросить Ташенова не получалось. Он не появлялся ни дома, ни на работе. Начальнику своему сказал, что поехал в область на закупку фруктов. Следователи подали Ташенова в розыск. Ведь было понятно, что в Алмату он уже не вернется. Закупщик в пекарне стал главным подозреваемым в убийстве Анны Смолиной и Миром Гуль Юсуповой. Но до финала этой истории было еще далеко. Ведь в милицию пришел интерн, который заявил «На моих глазах ожила покойница». Смотрите после рекламы. О чем рассказал новый свидетель? Перед его глазами был лишь образ бледной девушки с вадимом платье. Неужели Миром Гуль Юсупова жива? Однако самой Миром Гуль с Ташеновым не было. Румяные булочки или смертельный наркотик? Это уже оттен пошел. Ханка, как его называли. Предательство в ответ на преданность? Он бросил ослабленную невесту, как собаку в степи. Невероятные повороты истории и шокирующие открытия следствия. Удастся ли содержать убийцу Анны и найти исчезнувшую Миром Гуль? Через несколько минут развязка ретро-детектива была дело 80-е. Советский след. Краткое содержание. Расследуя дело о подмене трупов Юсупова и Смолина, следователи узнают, что у Миром Гуль был возлюбленный, толгат Ташенов. Отец невесты был против их отношений. Следователи подозревают Ташенова в махинациях с Маком и в причастности к убийствам девушек. Его подают в розыск, а в милицию приходит свидетель, на глазах которого ожила покойница. Интерн Шарип Алиев рассказал следователям шокирующую историю. Он дежурил в больнице, когда в приемном покое умерла пациентка. Он отвез тело в морг. Него смотрел жалгаз Бельгибаев. Затем они вышли во двор, и Бельгибаев предложил закурить. Студент предположил, что сигареты были и с травкой, иначе как объяснить, что после перекура у него все помутнело. А когда вернулись в здание, он вдруг увидел, что покойница ожила и идет прямо на него. От страха парень отключился, а когда пришел в себя, патологонатом пошутил. Мол, покойница погуляла и назад вернулась. Алиев решил проверить. Тело лежало на месте, но это была совсем другая девушка. Шарип Алиев опознал жившую по фото. Это было мера Амгуль Юсупова. Насчет Анны Смолиной был не уверен. Перед его глазами был лишь образ бледной девушки с вадебным платьем. Следователи выехали на задержание патологоанатома. Но главное, появилась надежда, что Юсупова жива. Оказалось, Жалгас Бельгибаев был наркоманом и раскололся при первой же ломке. Он рассказал следователю, что поставщиком наркоты был Ташенов. Однажды за пару доз он попросил его об услуге. В морд должна поступить девушка с виду мертвая. Ташенов ее заберет, а его задачей будет мелочь – всего-то положить в гроб вместо трупа мешок с песком. Открывать гроб не будут. Все останется в тайне. Оплата была хорошей, работа несложной. И Бельгибаев согласился. Перед вами то самое, ради чего наркоманы готовы на все. Изначально в наркотиках ведь не только беда. Там есть и особое милосердие. Там две стороны, как у каждого, сильного средства воздействия. Для самих наркоманов в таких ампулах, в листьях особой травы, только гибель. Но жертвой ее станут лишь добровольцы. А дорога в такую ловушку обычно бывает совсем незаметной. Однако до распада СССР официальная пропаганда утверждала, что в СССР нет и не может быть социальной среды, в которой способна зародиться и развиваться наркомания. И явление это свойственно исключительно прослойке богатых зарубежных бездельников. Наркозависимых скрывали, их пытались замалчивать. Наркоманов не судили, а принудительно лечили. И не запрещали выращивать мак. Наркоманов, насколько я помню, было очень много. То есть, в принципе, наркотики в то время распространялись везде и всюду. Шприцы валялись кругом. Вот чем кололись, точно не могу сказать. Но я думаю, что опиатами различными варили ханку. Опять-таки, насколько я слышала, личного опыта я такого не имею, к счастью. Лечили наркоманов, закрывали принудительно наркологические клиники. Но, насколько мне известно, что особого эффекта это лечение не давало. В 80-е годы, это уже в Алма-Ате хорошо уже была распространена наркоманией. Это не то, что там какие-то легкие наркотики. Наша там, или производные от каннабиса. Это уже был эфедрин, я насколько помню. Это очень страшный наркотик. Его варили из эфедры. Это уже опиум пошел. Ханка, как его называли. И там уже к концу, наверное, 80-х, 90-х, уже даже, по-моему, этот героин пошел. И именно тогда, на основании вот этого всего, вот это уже 90-е, ну, после вот этого, начало было 80-х, уже создавали подразделения отдельные по наркобизнесу. Хотя до этого они как бы в общеуголовных преступлениях рассматривались. Наркоман со стажем Жалгас Бельгибаев раскрыл следствию тайну о жившей покойнице. Девушка лишь выглядела мертвой. Она была погружена в глубокий сон, вызванный действием опиума, при котором дыхание бесшумно, пульс не прощупывается, а сердце биение редкое и слабое. Бельгибаев действовал быстро, сразу ввел ей на локсин, антидот наркотика. Постепенно она пришла в себя, попыталась встать именно в этот момент. Ее и увидел интерн Алиев, потом отключившийся от страха. Ташенов пришел в назначенное время, но у него на руках был труп другой девушки. Это была Анна. Теперь он просил положить в гроб не песок, а ее. Он заплатил вдвое больше. Спорить времени не было. Толгат подхватил едва живую невесту и скрылся. Из протокола осмотра предполагаемого места убийства Смолиной Анны. На внутреннем дворе больницы найден и изъят в качестве вещественного доказательства обломок кирпича со следами крови второй группы, что соответствует группе крови убитой. Также на ветке дерева обнаружены фрагменты искусственной кожи темно-коричневого цвета, с большой долей вероятности вырванные с рукава куртки убийцы. Из показаний патологоанатома следовало, что труп Анны был совсем свежий. Следователи предположили, что она была убита Ташеновым, и произошло это где-то неподалеку. Осмотрев внутренний двор больницы, опергруппа нашла предполагаемое место убийства. Но след Ташенова уже на паре. А надежда на то, что Иисупова жива, возрастала. Еще с конца 19 века в Средней Азии массово выращивали опиумный мак, из которого производили опиум в медицинских целях. Его доставляли в хранилище Государственного банка в Верном, ныне это Алма-Ата, который был административным центром Семеречья. Во времена Гражданской войны даже были выпущены опиумные деньги. Надпись на банкнотах гласила, кредитные билеты обеспечиваются опиумом. В глубинке юго-восточного Казахстана опиумный мак продолжали выращивать и во времена СССР. Именно такой мак был найден в багажнике машины Талгата Ташенова, задержанного на границе с Узбекской ССР. При задержании алматинский Ромео сказал, что мак куплен у каната Ерденова, несостоявшегося жениха Мирамгуль. Однако самой Мирамгуль с Ташеновым не было. Для перевозки наркотиков поставщики прибегали к различным ухищрениям, прятали в обивке машин, помещали сырье в специально изготовленные чемоданы с двойным дном в банки с консервированными фруктами или вареньем. Начиняли им резиновые мечи, арбузы, дыни, пересылали в посылках, передавали с багажом. В качестве перевозчиков нередко использовались водители рейсов дальнего следования, проводники поездов, работники вагонов, ресторанов и курьеры на собственных автомобилях. Мало взять сбытчика вместе с товаром. Очень важно теперь доказать намерение сбыта, распространения, определить тип наркотика. Современная техника тут для сбытчика шансов не оставляет. Вот и все. Доказано быстро и точно. Из отчета экспертизы семян мака. В изъятых семенах мака выявлено 0,15 граммов морфина алкалоида опиума в пересчете на 1 килограмм безводного основания. Присутствие алкалоида обусловлено внешним загрязнением семян, млечным соком, что возможно только в опиумном сорте мака. Следствие получило подтверждение, что под видом кондитерского мака для пекарни Талгат Ашенов закупал мак опиумный, который потом сбывал изготовителям наркотика. На допросе Ашенов сознался, что проворачивал тайны махинации с маком, который покупал у Ерденова. Когда хозяин пекарни что-то заподозрил, решил, что единственный способ заставить его молчать – стать его зятем. Ташенов добился взаимности от красавицы Мейра Амгуль с помощью легкой эйфории от опиума, который понемногу ей подмешивал. Но отец был против их брака, спрятал паспорт дочки, а потом решил выдать ее за Ерденова. Тогда Ташенов придумал инсценировать смерть Мейра Амгуль. Из показаний обвиняемого Талгата Ташенова. Мой план был такой. Узнав, что дочь жива и сбежала со мной, отцу бы ничего не оставалось, как выдать ее за меня замуж. Но ее подруга Анна догадалась обо всем. Во дворе больницы она стала кричать, что это я виноват в смерти Мейра Амгуль. Чтобы заткнуть ее, я схватил кирпич и ударил ее по голове. Труп спрятал в гробу Мейра Амгуль. Талгату не оставалось труда уговорить Мейра Амгуль бежать. Наивная девушка верила ему безоговорочно, поэтому собрала золотые украшения и деньги, на которые они собирались жить в бегах, и передала их любимому. А он вложил ей в руку пузырек с темной жидкостью и заверил. Доверчивая Джульетта была на все согласна, однако Ромео просчитался. Он сознался следователю, что Мейра Амгуль умерла от передозировки опиума. Ташинов рассказал, что Мейра Амгуль умерла в машине, едва он отъехал от Алматы. Он утверждал, что похоронил ее в степи, но назвать точного места не мог. Милиционеры тщетно искали тело девушки. Для поисков привлекали даже кинологов с собаками. Дачники, водители, чабаны. Опросили сотни человек, никто ничего не видел. Но труп никак не удавалось найти. Казалось, что огромная работа проделана зря. Как вдруг упорство оперативников было вознаграждено. Нашелся человек, знавший, где искать Мейра Амгуль. Из свидетельских показаний водителя Смирнова Олега. В ночь на 19 августа я возвращался в Алмату с дачи. Внезапно я увидел на пустой дороге белый силуэт. Голосовала девушка в свадебном платье. Я остановился. Она умоляла подвезти до города. Сказала, что попала в беду, заблудилась в ночном лесу. Ее платье было грязным, лицо бледным и заплаканным. Я подвез ее по адресу, который она назвала. Она зашла в подъезд, а я поехал домой. Такого поворота следователи не ожидали. Получалось, что покойница ожила второй раз. Ведь Ташена заверял, что похоронил ее в степи. Следственная группа немедленно выехала по адресу, который сообщил водитель. Оказалось, что он подвез ее к дому, где жила Анна Смолина. Следователи нашли Мейрамгуль в компании ее бывшего парня, брата ее подруги Анны Андрея Смолина. Она уже окрепла и честно рассказала следователям о своем побеге. Она верила к Лагату, отдала ему все ценности из дома, выпила лекарство, которое он ей дал, инсценировала свою смерть. А Ташенов оказался предателем. Поняв, что она слишком слаба и далеко они вместе не уедут, Ташенов бросил ее одну в степи, в полной уверенности, что она не доживет и до утра. Ташенов солгал на допросе. Он бросил ослабленную невесту, как собаку, в степи. И не допускал, что девушка соберет последние силы и выйдет на трассу. А сердобольный шофер привезет ее в город. К родителям Мейрамгуль не пошла, ведь они отдали бы ее ненавистному канату. А поехала к Анне, не зная, что Талгат убил ее подругу. К счастью, Андрей простил бывшую девушку и выходил после накачки наркотиками. Вот так закончилась эта история о предательстве и любви. Канат Ерденов за выращивание опиумного мака в крупных размерах получил пять лет колонии с конфискацией имущества. Жалгаз Бельгибаев за пособничество в сокрытии трупа был осужден на три года. Талгат Ташенов за преднамеренное убийство, продажу и распространение наркотиков получил 15 лет колонии строгого режима, где был зарезан заключенными. Амир Амгуль вышла замуж за Андрея Смолина и помирилась с родителями. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова